Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 38 по 45. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно приступишоко Иисусу нец и от книжников и рисеи глаголюще. «Учителю, хочем от тебе знамение видите?» Он же, отвечав речей им, «Род лукав и прелюбодей знамение ищет, и знамение не даст ему, токма знамение ионы пророка. Яко же бобе ионова чреве китове три дни и три ночи, така будет и сын человеческий в сердце земли три дни и три ночи. Мужи и неневистии восстанут на суд с родом сим, и осудят и, яко покаяшися проповедию иониною, и се боли ионы зде. Царица Южская восстанет на суд с родом сим, и осудят и, яко прииде от конец земли, слышите премудры Соломонову, и се боли Соломона зде. Игда же нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозе безводное место, ища покоя, и не обретает. Тогда речет, «Возвращуся в дом мой, отнюду же изыдох, и пришед, обрящет празден, пометен и украшен. Тогда идет и помит собою седьм иных духов лютейших себе, и вшедши живут ту, и будут последние человека тому горше первых». «Тако будет и роду сему лукавому». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время подошли к Иисусу некоторые из книжников и фарисеев и сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение, но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она проходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других с духов злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Отвечая книжникам и фарисеям, ждавшим от него знамение, Спаситель произнес следующие слова. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Ефимий Зигабен пишет, «Знамением пророка Ионы называет свое воскресение из гроба после трех дней и трех ночей. Об этом предсказывает, чтобы после воскресения иудеи вспомнили, что он предсказал воскресение, с точностью обозначив дни и ночи своего погребения». Зная, что его проповедь среди иудеев не будет столь действенной, как проповедь Ионы среди неневитин, Господь замечает, «Неневитине восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». И действительно, несмотря на то, что жители города Неневии, столицы Ассирийского царства, расположенные на берегу Тигра, к северу от Вавилона, были одним из самых жестоких языческих народов древности, они восприняли проповедь пророка Ионы и покаялись. Здесь же звучит слово самого Господа, несравненно превосходящее всякое иное слово. И большинство иудеев не содрогнется, не покается, не обратится от злых путей своих. Далее мы слышим грозное предупреждение пренебрегающим этих знаменем. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». И здесь Господь говорит о царице Саба, Савской, приходившей к Соломону из Аравии. Ей было неведомо духовное богатство Израиля, но она пришла издалека послушать мудрость Соломона, потому что душа ее искала истины. Иудеи же не захотели слушать саму воплотившуюся премудрость Божию, которая есть больше Соломона. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, царица Южная, несмотря на столь многие трудности, оставив свой народ и царство, пришла в Иудею, чтобы послушать премудрость Соломона. Впрочем, под именем Неневии и царицы Саба прикровенно предпочитается вера язычников в вере народа израильского. Таким образом, Господь ясно указывает на то, что привилегии и ответственность всегда тесно связаны между собой. Жившие во времена пришествия Сына Божия Иудеи имели такие возможности и привилегии, каких у их предков не было ранее и которых больше не будет, но они отказались принять их. Они не вняли проповеди Христа и, заблуждаясь в своем упорстве, не захотели покаяться. Тем более строгим будет их осуждение. Далее Господь рассказывает притчу о нечистом духе, вышедшем из человека и вернувшемся в него с другими еще более злыми, чем он сам. Святитель Кирилл Александрийский замечает, «В израильтянах, когда они еще жили в Египте, как выдало служителях, обитал дух лукавый, но потом он был изгнан, потому что они были призваны через Моисея к богопознанию. Но поскольку они не уверовали во Христа, бес опять напал на них, ибо нашел их сердце пустым и не занятым никаким благочестием, словно бы выместенным, и посерился в них». Когда же они сделались Господу убийцами и виновными в бесчисленных преступлениях, тогда для них последнее стало хуже первого, потому что в них посерился не один только, но целое полчища бесов. В притче, рассказанной Господом, заключена фундаментальная истина – дом нашей души пуст, пока он не занят Господом. И поэтому недостаточно просто изгнать плохие помыслы наряду со скверными привычками и расстаться с прежним образом жизни. Человек должен выбрать Христа, выбрать спасение, выбрать жизнь в соответствии с заповедями Спасителя. Господь, дорогие братья и сестры, ожидает от нас уклонения от зла и жизни в соответствии с верой, которую мы исповедуем. И лучший способ уклонения от зла – это наполнение нашей жизни благими мыслями и совершение подлинно добрых дел, а также проявление милосердия к ближнему. И если мы будем так жить, то Сын Божий непременно пойдет к нам навстречу, наполняя собой наше сердце. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповал, спаси меня от всех гонящих меня, избави меня.